Официальные партнеры программы «Новости дня». Торговая группа «Абсолют», компания «Оптика ССЭК», меховой салон «Венера», жилой комплекс «Императорский». В эфире ТВКОМА, информационная программа «Новости дня». В студии Юлия Пермякова. Здравствуйте. В начале выпуска коротко расскажу о тех событиях, которые произошли в республике и столице в выходные понедельник. 80%, даже 85% всех животных, которые поступают к нам в пункт передержки, в итоге приходится усыплять. В городе появился новый пункт передержки бездомных животных. Кто будет заниматься отловом собак в Олан-Удэ в этом году? Все понабрали. А то, что им нужно постоянно находиться в движении, на это люди не обращают внимания. Запретить собакам лаять. Депутаты Мухарщибирского района выступили с такой инициативой. Что из этого получится? В настоящее время мы принимаем заявление от родителей. Вообще мы заявление начали принимать уже с начала января. В 104-м некрорайоне завершено строительство детского сада. Идет комплектование групп. Сколько детей смогут принять? По проблемам ЖКХ теперь составляют рейтинги. В тем подсчета обращений на горячие линии федеральные эксперты подсчитали. В основном россияне недовольны начислениями за коммунальные услуги и работы управляющих компаний. В Бурятии на первом и втором местах те же вопросы, что и в федеральном рейтинге. На третьем месте – капитальный ремонт. Одна из главных причин, порождающих проблемы в сфере управления МКД – крайняя запутанность и противоречивость законодательства. А также отсутствие адекватной методики расчета стоимости работ по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов. По мнению большинства экспертов, данная сфера требует серьезного реформирования. Еще одной наболевшей проблемой может стать меньше. Речь идет о бездомных животных. Новый пункт передержки бесхозных псов появился на стеклозаводе. Напомню, раньше брошенные псы находились в районе проспекта автомобилистов. На каких условиях туда попадают четвероногие, выясняла Мария Латшева. Немного агрессивные, но поняв, что опасность им не угрожает, собаки замолкают. Ротвейлеры, кавказские и немецкие овчарки – все они оказались ненужными хозяевам. Их просто подобрали на городских улицах. Это еще не все вольеры, которые построила комбинат по благоустройству для бездомных собак. Они появятся еще здесь, по той стороне и там. А все собаки, которые сидят здесь сегодня, они просто бездомные. А охранники усыплять их точно не будут. Скорее всего, люди их разберут, чтобы они охраняли чей-то дом. Сегодня здесь 10 псов. Ольга чистит вольеры и просит, чтобы ее не снимали. Опасается зоозащитников или зеленых, как их здесь называют. Раньше она работала в старом приемнике. Агрессивных и больных собак усыпляли, если ветеринар давал добро. Остальных после 10 дней отправляли в приют возрождения. Вы были в старом приемнике? Конечно. Лучше этот или тот по условиям для собак? Ну, там может быть и меньше, конечно, будет. Здесь можно больше построить, конечно. Ага, больше собак можно иметь. За весь прошлый год в городе отловили больше 7,5 тысяч собак. Не первый год этим занимается комбинат по благоустройству. Согласно техзаданию, к 31 декабря с улиц должно было исчезнуть 6382 особи. План даже перевыполнили. Уже к октябрю месяцу мы выполнили контракт на 100%. Хотя сроки были до декабря месяца. В нашем городе мы единственные и первые, кто комплексно и своевременно выполнял эту работу по отлову домашних животных. Достаточно вспомнить печальный опыт компании «Перспектива авто», которая, получив деньги по тендеру, отработала всего 4 месяца. Шансы выжить у собак, которые попадают в такой пункт передержки, все равно малы. В прошлом году из приюта забрали лишь 230 собак. 80%, даже 85% всех животных, которые поступают к нам в пункт передержки, в итоге приходится усыплять. Потому что люди, возможно, не хотят, возможно, просто не знают о существовании таких пунктов передержки, где можно прийти в любой день, в рабочий день, прийти и забрать животное. В комбинате напоминают, необходимо чипировать и регистрировать своих животных. А если вы все же хотите завести друга, то смело можете ехать в новый пункт передержки, в район стеклозавода, улица Воронежская, 25. Собаки здесь ждут всегда. Кстати, уже завтра узнаем, кто будет заниматься бродячими собаками в городе. Победителей тендера на этот год официально объявят 12 февраля. Мария Латшева, Андрей Дармаев, Новости дня. В Мухаршибирском районе и вовсе хотят запретить собакам лаять. В Бурятии предложили ввести штрафы для владельцев животных, которые лают и водят по ночам. Причем речь идет о четвероногих, охраняющих частные владения. В следующем сюжете инициатива законодателей против мнения дрессировщиков. Александра Борисовна дрессирует собак больше 35 лет. Знает, как справиться с самым строптивым питомцем не понаслышке. И прежде чем завести четвероногого друга, советует подумать. Когда вы приобретаете собаку, нужно обращать внимание, для чего эта порода была выведена. Есть собаки, которым необходимо постоянное движение. Хаски. Была мода очень на них. Все понабрали. А то, что им нужно постоянно находиться в движении, на это люди не обращают внимания. Есть породы, которые, допустим, тот же Бася, он боится, у него страх остаться одному. И поэтому он так себя ведет. Перед уходом на работу профессионал советует выходить с питомцем на выматывающие прогулки. Собаке нужно хорошенько побегать и наиграться. Начинать дрессировать щенков нужно уже с трех месяцев. Есть вариант и для невоспитанных собак, хотя и не очень гуманный. Антилай. Ошейник, который одевается собаке на шею. И когда собака пытается лаять, здесь идут датчики, которые подают разряд тока. Это немножко дисциплинирует собаку, то есть она уже не лает, молчит. Но как только вы снимаете ошейник, она будет все равно снова лаять. То есть она просто понимает, когда одели эту штучку на шею, лучше молчать. Вот только депутаты Мухаршибирского района пытались заставить молчать не комнатных собак, а тех, кто охраняет частные дома. И даже предложили ввести штрафы для владельцев тех четверононогих, которые лают и водят по ночам. Инициативность коллеги поддержали, но не саму затею. В практике Народного Урала бывают случаи, когда районные советы депутатов вносят свои законодательные инициативы. В данном случае Мухаршибирский район внес, а он внес на основе жалобы местных жителей. Если бы это было массовое явление, конечно, тогда можно было бы защитить нашу игру от такого произвола «собачьего». Но на самом деле очень сложно администрировать данные законы. Надо какие-то замеры делать, что она лает, эта собака, каждую ночь, какое-то время. Но все-таки у них свои инстинкты. Все же окончательное решение депутаты примут 21 февраля. Александру Борисовну эта идея, мягко говоря, удивила. Если я беру собаку себе для того, чтобы она у меня охраняла, то как я буду заставлять ее молчать? Для чего тогда она мне нужна? Вот у меня вопрос тогда встречный. Что касается собак, живущих в квартире, тут, считает дрессировщик, необходимо воспитывать питомца. А также находить общий язык с соседями, прежде всего, самим хозяевам. ИНЕСА ДОНДУКОВА От местных домов разгуливают белые медведи. Так, на территорию поселка Белушья Губа зашли аж 52 особи. Из-за чего на Новой Земле ввели режим чрезвычайной ситуации. Жители же, в свою очередь, оказались не так пугливы, хотя уже и случались нападения. Хозяева архипелага проникают в жилые и служебные помещения, но чаще всего их можно увидеть на свалках, где они ищут чем бы поживиться. К слову, специалисты Всемирного фонда дикой природы среди основных причин нашествия называют небрежное отношение людей к утилизации мусора и сокращение площади льдов. Проблемой Новой Земли уже занялась специальная группа, как вариант, животных усыпят и вывезут подальше от поселков. В фонде также прогнозируют вслед за белыми медведями миграцию оленей и тигров. Полосатых, например, можно ожидать в Приморском крае. В Бурятии начнет действовать новый федеральный проект «Чистая вода». Основная задача программы – обеспечить население качественной питьевой водой. Сети водоснабжения собираются увеличить, а качество воды проверить. На колонке она поступит только с разрешения Роспотребнадзора. В 2019 году начнется реализация программы в городе Улан-Удэ. В рамках этой программы будут построены водоснабжения левобережной части города Улан-Удэ, пусковой комплекс номер 2, строительство насосной станции сети водоснабжения по улице Клеверное в Железнодорожном районе, также по улице Ковалевской, Ольховой и микрорайоне Замайкальский. Сегодня в Улан-Удэ только 44% людей обеспечены качественной питьевой водой. За 5 лет планируется увеличить этот показатель до 66%. На это уйдет 4,5 миллиарда рублей. Почти 100% денег выделит федеральный бюджет. Еще один проект уже в сфере здравоохранения обещают достроить. Улан-Удэ поликлиника онкологического диспансера будет сдана до конца этого года. Сейчас завершены все строительные и черновые отделочные работы. Уложена электрика, подогрев полов, вставлены окна, постелен линолеум и капель. Сейчас идет установка медицинского оборудования. К слову, его закупили на полмиллиарда рублей. В поликлинике смогут принимать 250 человек в день. Ранее был сдан центр лучевой терапии на 85 посещений в смену. А вот стационар на 150 коек будет открыт к 2021 году. Также были озвучены и планы на строительство центра ядерной медицины. Отмечу, открытие онкологического центра в Бурятии несколько раз откладывалось из-за недостатка финансирования. Угроза взрыва. Сегодня днем поступило сообщение о заминировании жилого дома в поселке Исток. На место выехали все спецслужбы города. Туда же отправилась и наша съемочная группа. Подробности этого и других происшествий смотрите в постоянной рубрике «Горячая линия ТВКО». Сообщение о том, что в жилом доме поселка Исток найдена мина, поступило около 6 часов вечера. Незамедлительно на место выехали все спецслужбы города. Местные жители даже не успели испугаться. Ничего не слышали, не видели? Ничего не видел. Видал, как пожар подошла и все. По предварительной информации стало известно, в доме бесхозная сумка. К другим событиям. Коммунальный каток. Накануне ночью жители по улице Краснофлотской своих окон наблюдали прорыв коллектора. Коммунальную аварию устранили еще до начала рабочего дня. Сигнал об аварии поступил примерно в 11.40 вечера. Работы по устранению засору начались в 3 часа ночи и продолжались до 7 утра. Аварийная ситуация благополучно была устранена. Далее специалисты водоканала проверят все близлежащие коллекторы и по необходимости проведут обслуживание. Едем дальше. 8 февраля на улице Трубачеева столкнулись два автомобиля. УАЗ «Патриот» Росгвардии и автомобиль местного такси. Ситуация спорная. Водитель УАЗа говорит, что они спешили на выезд и ехали, как полагается. Не больше 60 км в час со всеми спецсигналами. Водитель такси, в свою очередь, не уверен в правоте Росгвардии. Водитель УАЗа говорит, что он ехал по скорости 50 км в час. Там видно, что он не 50 ехал. Для этого, в принципе, свидетели, что сирена была выключена. Ехали с проблесковыми маячками. Специалисты Росгвардии, в свою очередь, ждут решения госавтоинспекции. Илья Бельков, Вячеслав Батуев. Новости дня. Под угрозой 400 домов в Октябрьском районе увеличился риск затопления. В управлении по ЧС администрации Улан-Удэ прогнозируют выход из берегов рек Байдонов-Ключ и Воровка. Под поле восьми домов, стоящих вдоль Байдонов-Ключа, уже пришла вода. На районе Забайкальской образовывается сейчас наледное образование. Зафиксировано подтопление нескольких участков, именно подворий, заборов. Частичное подтопление заборов, строений, именно надворных строений. Сейчас в управлении по ЧС совместно с Комитетом городского хозяйства, администрацией района проводятся разъяснительные беседы. Поэтому мы призываем граждан, проживающих на данной территории, все-таки побеспокоиться, помимо тех мероприятий, которые проводит администрация города, во избежание каких-то негативных ситуаций, все-таки, учитывая, что вода может, я так понимаю, с подколи подниматься, и так далее, то есть, может быть, какие-то повреждения, застраховать свое имущество. Управление по ЧС проводит ледорезные работы по недопущению паводка, а также отсыпку, чтобы вода не затопила дороги, соединяющие микрорайон с центром Лануде. Однако этих мер может оказаться недостаточно. Поэтому страховка поможет сохранить имущество горожан. В 104-м микрорайоне завершилось строительство детского сада. Теперь с него будет начинаться нумерация дошкольных учреждений Лануде. Он будет называться детский сад номер один на Мина. Готовы и укомплектованы два корпуса. Сад рассчитан на 480 воспитанников. Есть также и ясли. Открытие планируется в начале марта. Сейчас идет набор групп. В настоящее время мы принимаем заявление от родителей. Вообще мы заявление начали принимать уже с начала января. Принимаем заявление до сих пор. Подано 420. Если у нас место 480, то мы будем принимать заявление и рассматривать каждое, в какой детский сад ребенок пойдет. Теперь помещения в настоящее время все готовы к приему детей. Установлено все необходимое для нормального функционирования детского сада оборудование. В феврале стартовал набор и в первые классы школ. В сентябре за знаниями отправятся по меньшей мере 7 тысяч ребятишек. У родителей выпускников детских садов еще есть время на сбор документов. Сколько надо будет классов открыть, мы открываем. На сегодня каждая школа на сайте своем расположила адрес, определила время приема, когда граждан для того, чтобы записывать детей. Поэтому не надо бежать первые дни февраля и устраивать толкучку в школу для того, чтобы записать ребенка. До 1 июля без проблем. По графику приема детей все родители с их документами принимают. В комитете по образованию заверили, что в школы примут абсолютно всех детей, проживающих и зарегистрированных в Улан-Удэ. Тем временем требования к школьникам хотят ужесточить. Речь идет и о 9-ти классниках, и об 11-ти классниках. Так, итоговая отметка в аттестате по какому-либо предмету будет выставляться с учетом как средней оценки за год, так и учитывая результат государственного экзамена. Если обучающийся оба предмета выбирает профильную математику и русский язык, то в этом случае он должен набрать не менее 70 баллов. И вот тут уже, если он набирает 69 баллов, все остальные пятерки, все отлично, замечательно, но он набрал 69 баллов, то он уже не может получить итоговую оценку пятерку, соответственно, и получить аттестат с отличием. Если он выбирает базовую математику, то, соответственно, он должен набрать 5 баллов по базовой математике. При этом следует учитывать, что в данном случае пересдачи не учитываются. Прежде чем принять нововведение, Минобранадзор проводил исследование. Оно показало, что часть золотых медалистов не может подтвердить свои высокие оценки. Так, в Бурятии в прошлом году порог не преодолели 14 выпускников из 500, в том числе и по основным предметам. Далее небольшой перерыв. Не переключайтесь, скоро вернемся. Делать для того, чтобы именно наши жители Бурятии, наши жители всей России процветали. На самой высокой вершине Бурятии закрепили бурятский химорин. Репортаж из Акинского района. Личность отстав экипажа 37-й бригады досойно выступит на всех этапах данного конкурса. Показали хороший результат. Военные готовятся к танковому биатлону. Впервые этап соревнований пройдет на полигоне Бурдуны. Щедрый белый месяц в Абсолюте. Получите шанс выиграть денежный сертификат на покупку в сети магазинов Абсолют. С праздником белого месяца. Шикарная, роскошная, эксклюзивная. С меховым салоном Венера так просто найти шубу мечты. В новой коллекции стильные и эффектные модели. Торговый центр «Фактор» на Балтахин-18. 301-308. Подарки бывают разные. Милые и забавные. Щедрые. Памятные. И долгожданные. Но некоторые больше, чем просто подарки. Жилой комплекс «Императорский». Начало новой жизни. Завод натяжных потолков линии «Непа» в честь своего десятилетия объявляет. Шок-цена. Всего от 340 рублей за квадратный метр безупречного качества. Телефон 307-307. Спасибо, что остаетесь с нами. Это новости дня и мы продолжаем прямой эфир. В Акинском районе Бурятии в дни празднования Сагалгана буддийские ламы молились о благополучии всех живущих. Во второй день Нового года по лунному календарю принято крепить на высоких точках республики флажки удачи. Из Акинского района репортаж нашей съемочной группы. В этом месте, намоленном веками, уже четвертый год проводит обряд водружения Всебурятского хеймарина. В переводе на русский «Конь ветров» символизирует физическую и психическую энергии человека. Сделать для того, чтобы именно наши жители Бурятии, наши жители всей России процветали и чтобы у нас народ жил в лучших условиях. И мы ради народа будем сейчас молиться для того, чтобы улучшилась их жизнь, быт и чтобы семейное благополучие хорошее было. Вдружают «Коня ветров» на одной из самых высоких вершин этнической Бурятии – хан Ула. Именно там происходит главная часть ритуала. Осветить флажок удачи и провести обряд приехали ламы из Иволгинского дацана. Мы приехали на Бархун-Ула в Акинском районе. Высота здесь большая, высокая. И прочитали обряд освещения. Как говорится, и после этого мы пошли вывешивать, водружать химори. И вот сакральное место, где заходят только мужчины. Женщин туда нельзя. Поддерживать традицию призывал и великий Агван Даржиев, учитель Далай-Ламы XIII. Последний раз он устанавливался в Акинском районе в 1928 году. Именно тогда он оставил священную реликвию всего обряд монгольского мира. Эта традиция была заложена еще и в нашем Акинском и сирийском дацане. И вот эта раковина как раз является подтверждением того, что великий Агван Даржиев, благословляя всех монголов мира, призывал держать эту традицию и развивать дальше. Как утверждает настоятель Акинского дацана, для этих мест неважно, какой национальности или религии человек. Главное, чтобы душа и помыслы были чисты. Тогда энергией зарядиться сможет каждый. Валерий Каратуев, Вячеслав Батуев, Новости дня, Акинский район. Тем временем в столице Белый месяц отмечает с большим аппетитом. В парке юбилейный устроили конкурс на скоростное поедание буз. Сколько осилил победитель, расскажет наш корреспондент. Йохар, борьба и бузы – три вещи, без которых праздник не праздник, говорят участники концерта. Сагалган и Бояр – так называется программа, которая собрала в себе все три важных компонента. Творческие коллективы вышли не только на сцену, спустились к зрителям. Это праздник души и общения между сверстниками, конечно. Ну и если бы я сидела дома, допустим, вот такой сегодняшний Сагалган я бы не видела. Наверное, хотите поздравить всех, да, с праздником? Обязательно. Можно в камеру. Всех жителей нашей Бурятии от души поздравляем с праздником Сагалган. Естественно, желаем в первую очередь здоровья, здоровья, здоровья. И чтобы удача нынче, в 19-м году, улыбалась широкой улыбкой. Сагалган, Боярар, бухой бурят, арыдзаны, амуршульджуэйну. Борьба, пусть и шуточная, тоже была. Удивительно, что исполняет этот номер один человек. После пора и подкрепиться. Многие пришли специально на конкурс «Бузаед». На одного человека, ну, не меньше десяти, это точно. За две минуты съесть, ну, стоит, наверное, задуматься, сможешь ли ты или нет. Вы-то пробовали сами? Честно, я бы сам не осмелился даже попробовать, потому что мне, в принципе, хватает пяти, чтобы наесться. Первыми поедали «Бузы» на скорость мужчины. Виталий справился гораздо быстрее, чем прошло отведенное время. Как «Бузы»? Вкусные. Но вы, по-моему, не жевали их. Почему не жевал? Как так быстро съели? Ну, как-то так. А вы сейчас сколько съедаете? Ну, как, немножко. Посоревноваться смогли и женщины, а всех детей накормили бовами. И кто же не любит бурятские «Бузы», а судят по госю, наверное, все. Алифтин Дармаева, Бато Гармын, Новости дня. В это время в школе номер 56 также устроили кулинарный конкурс. Вот только проверяли не аппетит участников, а мастерство. Снадном Ирденеев расскажет, все ли умеют лепить традиционное блюдо в 33 защипа. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33 защипа. Ни одним больше, ни одним меньше. Участники команды «Маргаритки» готовят бузы по традиционной технологии. Все очень непринужденно, ловко и быстро. Приготовлением и изготовлением с детства занимаюсь. Я очень люблю лепить бузы, потому что это такая семейная традиция, которая приносит счастье в семью. Лепка буз, я считаю, должно быть семейное занятие. И причем каждый должен уметь делать это буквально с детства, в семье. Когда одни уже вовсю лепят, команда мамы все еще катает тесто. Говорят, для них именно оно носит главное значение. Для нас, конечно, качество, чтобы было вкусно, чтобы было правильно. А то быстрее там сделаешь, людей насмешишь. Тесто тоже это очень важный ингредиент. Конечно, очень важный ингредиент. Он должен быть хорошо сам крепкий, чтобы он не прилипал. А то будем делать, она прилипаться будет, она это уже не в том, получается. Но потом по скорости нагоните другие команды? Надеемся. В условиях 21 века все больше людей уже сами не лепят бузы. А все чаще покупают готовые в магазинах. Поэтому некоторым участникам явно не хватает сноровки. А почему у вас бузы так сильно отличаются одна от другой? Так у нас разные руки. А красота не главное? Красота не главное. Главное вкуснота. А все-таки почему вот так вот получается? Ну, мы же пришли на мастер-класс, потому и учимся. А здесь оказывается еще и время. Видимо, торопимся. Я думала, нас сначала научат, а мы делаем уже как делаем. Семья большая, маленькие получаются, потому что было много еще для детского сада. Праздник буз для пенсионеров Октябрьского района состоялся в школе номер 56 благодаря реализации федерального проекта старших поколений при поддержке депутатов Улан-Удэнского городского совета. Сам праздник направлен на то, что мы, наше старшее поколение, именно в повседневной жизни, и праздники совместно проводим, и чтобы вот эту поддержку они ощущали и заботу. 56-я школа действительно очень передавая в этом отношении, что проводит очень большое количество мероприятий, проводит на микрорайоне. С приходом весны в дальнейших планах проекта старших поколений это проведение экскурсий и праздника Дня здоровья для пенсионеров. С одном Ирденеев, Андрей Дармаев, Новости дня. В парке имени Орешкова прошел праздник зимних забав. Это часть большой программы проекта «Зри в корень» по работе с семьями, находившейся в трудной жизненной ситуации. Какими играми завлекали детей и их родители, расскажем в следующем сюжете. Какая зима без подвижных игр на свежем воздухе. Санки, ватрушки и хоккей с мячом. Несмотря на морозную погоду, зимние забавы пришлись по душе к каждому. Очень весело, конечно, все очень приятно. Весело, но только холодно немножко, но так вообще все хорошо, приятно. Нас со школы отправили поучаствовать, мы всегда рады. Мы здесь находимся, все участвуем, сами видите, хорошо, приятно, весело. Для детей это же хорошо вообще, общение. Тебе нравится? Да. А я с кем-нибудь уже познакомилась с другими ребятами? Нет. А будешь? Не знаю. Дружеская атмосфера и море веселье. Именно так должны проходить выходные в семье, где есть дети, утверждают организаторы. Мы запланировали несколько таких мероприятий весной, летом. И одно из них зимнее, зимние забавы. И сегодня мы пригласили ребят и их родителей поучаствовать в зимних забавах. Развлекательная будет программа, будут призы. И мы в очередной раз просто подемонстрируем ребятам и родителям, как можно организовать здоровый досуг. Все дети получили подарки, а главное – незабываемые эмоции в кругу семьи. Валерия Каратуев, Вячеслав Батуев. Новости дня. Горожане массово встали на лыжи. Причина тому – всероссийская спортивная акция «Лыжня России-2019». Популярный зимний забег проходит уже четвертое десятилетие. Мы узнали, как прошло главное народное соревнование в Улан-Удэ. Старт дан. И тысячи улан-уденцев, превозмогая себя, бросаются на преодоление крутой заснеженной трассы. Профессионалов и любителей лыжного спорта объединила 37-я всероссийская гонка «Лыжня России-2019». Принять участие в главном зимнем забеге решили и взрослые, и дети. Гонка понравилась очень. Прикольно было. Столько людей, столько лыж, столько всего, столько ребятствий. Возраст не помешал и Борису Александровичу. Мужчина на лыжах почти 60 лет. Занимается спортом для здоровья и удовольствия. Просто прекрасно. Отлично. Сколько вам лет? 73. И как вот такие мероприятия влияют на здоровье, на настроение? На здоровье это хорошо. Не чувствуем своих лет. Не чувствуют лет, холодов и падений и другие участники соревнований. Азарт дружеского состязания и атмосфера всеобщего праздника стирают ощущение усталости. Скажите, как вам трасса? Классная трасса. Атмосфера супер. Ну и «Лыжня России-2019». Всем классным настроением. Все вставайте на лыжи, на биатлон и всем классного, хорошего настроения. Соревнования не только поднимают настроение, но и популяризируют здоровый образ жизни среди населения. Ежегодно в городе Улан-Удэ в этой лыжной гонке принимает участие более 2000 человек. Конечно же, это среди специальные высшие учебные заведения, наши школы, предприятия города. Все любители зимы, все любители лыж выходят сегодня на прекрасную снежную белую лыжню и принимают участие в лыжной гонке. Ежегодно, конечно, каждый участник получает сувенир, а также получает прекрасное настроение. К лыжной гонке присоединились и районы Бурятии. Всего в одном из самых масштабных зимних спортивных соревнований приняли участие 73 региона страны. Мария Ковцова, Жаргал Сарендашиев, Новости дня. Российские танкисты – одни из лучших в мире. Это подтверждают почти ежегодные победы наших бойцов в чемпионате мира по танковому биатлону. Сильными, как обычно, считаются экипажи из Сибири. О том, как к соревнованиям уже начала готовится 37-я бригада, и где в этом году пройдет окружной этап конкурса, расскажет моя коллега Мария Латышева. Вперед! Старт от командира и экипаж готов штурмовать трассу. Змейка, эскарп, колейный мост, косогор и ров. Почти все виды соревнований танкового биатлона взяты из обычного лыжного биатлона. Главная задача – преодолеть траншеи, колею и минные заграждения на скорости. На маршруте предусмотрена стрельба по мишеням, которые имитируют танки. Также военные отрабатывают стрельбу по движущимся целям на дистанции от 900 метров до 2 километров. Стрельба выполняется из спаренного пулемета или орудия в зависимости от мишени. При промахах и наездах на мины назначаются штрафные круги. По словам командования 37-й гвардейской отдельной бригады, нынешняя команда, отобранная для соревнований, показала неплохой результат. Личность состав экипажа 37-й бригады досойно выступит на всех этапах данного конкурса. Показали хороший результат в стрельбе, в поражении целей. Показали хорошую скорость, технику преодоления всех препятствий. По итогам гонки командиры соединения отобрали лучшие экипажи для второго этапа конкурса танкового биатлона. Состоится он уже в начале марта и впервые в истории 37-й бригады пройдет в Бурятии на новой трассе полигона Бурдуны, которая соответствует всем требованиям армейских соревнований. Мария Латышева, Антон Колесников, пресс-служба Восточного военного округа. Сразу после программы «Новости дня» на ТВ-коме не переключайтесь. Вас ждет художественный фильм «Нехудо бы похудеть». Героиня, чтобы угодить мужу, отправляется на специальную программу для похудения в альпийский курорт. Там она заводит двух новых знакомых, встреча с которыми вызовет настоящую волну событий. Ну что ж, так прошел этот день. Я еще раз напомню о его главных событиях. В ОНД появился новый пункт передержки бездомных животных. В 104-м микрорайоне завершено строительство детского сада. Принять смогут почти 500 воспитанников. Белый месяц в Акинском районе. На самой высокой вершине Бурятии закрепили всебурятский хейморин. На этом наш выпуск завершен. Если пропустили эфир, ищите наши новости на сайте ТВ-кома, в социальных сетях и в приложении Пирс ТВ. В студии была Юлия Пермякова. Хорошего начала рабочей недели. До завтра. Шокер. Цена в Абсолюте. Шокер. Милка. Со скидкой 38%. Всего 49 рублей 99 копеек. Абсолют. Гарант низких цен. Оптика СССР представляет. Самые известные люди города и коллекция очков 2019 года от оптики СССР. Меняйте времена года, одежду и точки на карте мира. Неизменное одно. Ваши очки. Управляйте стилем. Оптика СССР. Шикарная, роскошная, эксклюзивная. С меховым салоном Венера так просто найти шубу мечты. В новой коллекции стильные и эффектные модели. Торговый центр «Фактор» на Полтахина, 18. 301-308. Подарки бывают разные. Милые и забавные. Щедрые. Памятные. И долгожданные. Но некоторые больше, чем просто подарки. Жилой комплекс «Императорский». Начало новой жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова